друзья всем привет меня зовут стойка ольга александровна я врач кардиолог кандидат медицинских наук автор курса по нормализации давления и оздоровлению вот уже более 10 лет я занимаюсь диагностикой лечением сердечно-судистых заболеваний также веду этот канал обязательно подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы ставьте пальцы вверх лайки потому что благодаря этому мой канал конечно же продвигается его выведет еще больше людей еще больше людей будет знать о профилактике и лечении сердечно-судистых заболеваний смертность от которых занимает второе место до во всем мире то есть 47 процентов людей во всем мире умирает от заболеваний сердца и сосудов поэтому если вы будете делиться моими видео то вы будете вносить свою капельку вот такого знать волонтерства да то есть как там еще могут сказать ваше если взять кармически да пошутить да ваша к вашей карме там прибудет в общем делитесь видео моими со своими близкими друзьями пусть как можно больше людей знает о профилактике и лечении сердечно-судистых заболеваний то есть раньше да иногда мне пишут комментариях от врачи и блогерами стали да дорогие мои стали раньше то а раньше врачи писали стен газеты и располагали их на стенах больниц либо еще где-то сейчас мы стен газеты не пишем сейчас мы пишем ну мы пишем стен газеты но в интернете и хорошо что есть возможность больше охватить аудитории то есть с ранее газета писала в больнице либо в поликлинике ее мог посмотреть только ограниченное количество почитать ограниченное количество людей то сейчас благодаря интернету мы пишем те же статьи и посты мы снимаем видео и все для здоровья и процветания людей и вот друзья сегодня я позвала на свой эфир замечательного доктора врача эндокринолога диетолога екатерина дики но также катерина является автором онлайн школы по снижению веса катя уже помогла многим людям побороться с весом и так как она является специалистом снижение веса я пригласила екатерину чтобы она рассказала о связи лишнего веса и развития гипертонии той же да либо любых других сердечно-судистых заболеваний инфаркта инсульта катерина здравствуйте всем здравствуйте спасибо большое за приглашение за возможность выступить на вашем канале что касается избыточной массы тела или ожирения связь гипертонической болезни есть прямая потому что это один из факторов риска развития гипертонической болезни и это прям есть в научном определении ожирения да то есть ожирение это хроническое заболевание характеризующиеся избыточное отложение жировой ткани и ассоциированные с ним заболевания как раз таки это гипертоническая болезнь это сахарный диабет 2 типа это дислепидемия это нарушение уровня холестерина это некоторые виды злокачественного образования уже доказано что связано с избыточной массой тела различные проблемы с суставами тоже сюда синдром обструктивного апноэ сна это тоже ассоциированная с избыточной массой тела или ожирением состояния поэтому то что нам несет избыточная жировая ткань к сожалению это не просто да визуально что то там не нравится отражение в зеркале да или там болит спина это как раз таки вот этот хроническое вялотекущее воспаление в нашем организме без признаков классического воспаления то есть нас как из института да колор доро то есть изменение функции да температура покраснение то есть этого конечно у нас нет но вот этот вялотекущий процесс воспаления выработка вот этих медиаторов воспаления биологически активных веществ нарушает функции всех органов и систем и за счет того что увеличивается вес увеличивается объем циркулирующей крови увеличивается нагрузка на сердце и есть такие данные что увеличение массы тела на один килограмм приводит к риск развития гипертонической болезни да на пять процентов увеличивается риск соответственно да я говорил уже про это много раз что и в обратную сторону это работает также это классно что мы можем повлиять и предотвратить развитие многих заболеваний всего лишь снизив вес тоже да снижаем вес на килограмм у нас снижается на пять процентов риск развития гипертонической болезни но это же классно да если мы сами понимаем осознаем это и этого не допускаем как наверняка часто говорит ольга на своем канале да вот во всех видео рассказывает о том что гипертоническая болезнь страшна тем что она долго себя не проявляет может потом уже когда случится какая-то катастрофа в виде инфаркт и инсульт уже человек одумывается да что же я там не лечился и не контролировал его поэтому важно если есть избыточная масса тела это тот фактор на котором повлиять можем да на это можно и нужно влиять но к сожалению всегда это не просто да многие люди точно знают как снижать вес снижают его различными там голодовками диетами там чистками все это сейчас очень модно и не точно не про здоровые отношения с едой вес снижается достаточно быстро за счет мышечной массы жировая ткань в нашем организме копится то есть если мы идем на снижение веса какой-то ну вот к новому году да это часто у нас практикуется к 8 марта мы снижаем вес для каких-то целей не про здоровье а именно изнуряющими голодовками для какой-то скорости да быстро бы нам нужно быстрота а не качество то страдают все органы системы от этого точно поэтому если подходить к проблеме снижения веса нужно понимать что это такая история если мы прям прям про ожирение то это подход и как с медицинской как с диетологической как и с психологической точки зрения потому что причин набора веса они есть медицинские причины нам их надо исключить проработать ездит и computation те смотрим все диетологические причины набора веса мы с ними работаем большое поле для работы как планирование еды закупки еды ощущения голода насыщение как когда до сези заслуг когда кстати стала работа с разностью дай вниманием физиологически и эмоциональный голод а это тоже очень важные понятия и большая группа причин это психологически причин набора веса то Jill прорабатывать вот так вот комплексно все три группы причин разбираться нас сейчас доминирующий прорабатывать ее, то тогда мы не только снизим вес качественно, мы еще и закрепим результат, потому что многие знают, что снизить вес – это легко, а потом удержать этот результат гораздо сложнее, ну и многим оказывается такая неподсильная задача. Поэтому, что касается снижения веса, то это всегда такой комплексный подход, и это надо понимать, и я люблю сравнивать снижение веса с какой-то сложностью, что снижать вес сложно. Я люблю говорить, что допустим, в моей школе снижение веса снижать вес интересно, потому что это процесс такой и познания, и обучения себя, и работы с разносторонними факторами набора веса. Это очень интересно, я делаю все, чтобы моим пациентам, моим клиентам было именно там интересно. Что касается гипертонической болезни, вот взгляд такой кардиологической, да, Ольга Александровна часто говорит про то, что хотел сказать быстро про давление, как есть модифицируемые, да, и немодифицируемые факторы, да, вот что относится сюда, да, вы говорили про курение, говорили про гиподинамичный образ жизни и про ожирение тоже, что мы на это повлиять точно можем, и в принципе это достаточно легко и комфортно решается в современных нынешних условиях, да, с большой такой доступностью медицины, врачей, ну, то есть я не люблю, многие говорят, да, вот к врачам не попадешь, как там все это лечить, как это все корректировать. На самом деле, если брать ответственность на себя, то можно найти и врачей качественных, которые будут давать ту информацию, которая будет помогать, и не уповать на то, что там сложно кому-то попасть и все остальное. Вот, собственно, про снижение веса, да, про все риски. Катя, я хочу добавить о том, что в вашей школе, вот вы затронули тему вашей школы по снижению веса, людям не только интересно снижать вес, но и не голодно. Дело в том, что у меня есть пациентка, она приходит, у меня наблюдается очно в Тюмени, и она пришла в вашу школу, я вас порекомендовала ей, потому что, соответственно, у нее там проблемы были по сердцу, некоторые, я говорю, вам нужно снижать вес, вот есть, она вот, а кому, я говорю, ну вот есть на очном приеме, у нас не все эндокринологи в Тюмени работают с весом, потому что с данной ситуацией работать очень сложно. И я, когда разговаривала с эндокринологами, я говорю, а почему вы не берете, там, людей, с лишним весом, почему вы не работаете, здесь же можно очень хорошо, как бы, ну, развиваться в этой отрасли. Они мне говорят, эндокринологи, многие, ты знаешь, очень-очень тяжело работать с лишним весом, с пациентами, ну, вообще с этим заболеванием, это же хроническое заболевание, нам очень тяжело работать. Нет, мы не хотим. И я знаю, у нас в Тюмени есть одна эндокринолог, которая занимается лишним весом, она, ну, и я предпочитаю именно отправлять к эндокринологу-диетологу все-таки, потому что эндокринология, она как-то близка, близка к ожирению, да, я знаю, что есть там иногда и терапевты занимаются, и гинекологи, ну, вот как-то вот мне, есть у нас очно, но у нее, во-первых, запись на два месяца вперед не попасть, и поэтому я, например, выбирайте, либо есть вот очно, вы можете там, да, платить каждый раз такую-то определенную сумму, приходить к ней, ну, ожидать, что вы к ней попадете, либо есть вот Екатерина Декина, могу дать контакт, в общем, она взяла вас. И что она мне рассказывает? Приходит на прием, на вторичный, на вторичный, а она говорит, Ольга Александровна, я там, нас заставляют есть, все время надо есть, 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 я, говорит, уже пишу, я не могу, нет, ешь, вот это, это, это надо съесть. Я, говорит, я, говорит, ну, вы снизили вес? Вы знаете, я, говорит, столько ем, я думала, что я сейчас, у меня наоборот повысится вес. Ну, вы знаете, да, о ком мы говорим, она говорит, а у меня вес, мало того, что не повысился, он снизился, ну, не на много, на 700 грамм, но как бы, ну, удивительно, что я столько ем, но я правда там, говорит, там мы ходили, там в торговый центр с мужем, сидели в фудкорте, и он надо мной и стал, ну, подстегивать, что вот, что-то там крошку-картошку заказала, отправляю фотографию Екатерине, говорит, я не буду, мне стыдно. То есть это к тому, что пациенты, конечно, ну, я сам, меня обманывать не надо, я сам обманываться рад, многие скрывают что-то, да, то же самое не только в снижении веса, но и в лечении сречно-судистых заболеваний, да, то есть, говорят, да, да, я пью таблетки там от холестерина, приносят мне анализ, я говорю, сколько дней уже не пьете? Ну, на самом деле, уже там с такого-то числа не принимаю, я говорю, ну, а он говорит мне, вчера это было, он говорит, а что, прям по анализу все видно? Я говорю, ну, конечно, все видно по анализу крови, я говорю, это как, знаете, цыганка по руке гадает, так я, как кардиолог по биохимическому анализу крови могу понять, как давно ты не принимаешь таблетки, вот, ну, и вообще по твоему хабитусу, да, общему состоянию, то есть, осмотру такому объективному, да, ну, и по анализам тоже все понятно вообще, соблюдаешь ли рекомендации, либо не соблюдаешься. Но в школе Екатерины не только, да, если возвращаться к школе, не только интересно, но еще и Екатерина заставляет есть, вот, причем есть вкусную еду, я примерно знаю, что там, ну, она мне перечисляла, что она ест, поэтому и при этом очень активно, хорошо снижает вес. Я видела фотографии, да, у вас в Телеграм-канале женщина приходила с весом 122, сейчас у нее какой вес уже? Нет, она исходно приходила, у нее 123, сейчас у нас пятый месяц работы в школе снижения веса, и вот буквально сегодня было вес взвешивания 108 килограмм. Ну, то есть, и вы понимаете, в чем вот суть, да, снижения веса? Когда мы снижаем вес плавно, вес уходит за счет жировой ткани, именно вот этой метаболически активной вредного жира. Вот это вот медленное, плавное снижение веса, не на дефиците жестком калорий, у нас достаточно в рационе белка. Я не прямо там заставляю есть, я просто рассказываю, как собрать свой завтрак, обед, ужин, чтобы это было разнообразно, полезно, вкусно, потому что еда должна приносить не только удовольствие, не только должна быть полезна, да, с точки зрения макронутриентов, она должна еще закрывать наши такие потребности эмоциональные, то есть нам должно быть вкусно. Если мы учимся есть это медленно, однонаправленно, то есть мы если едим, то мы только едим, то даже вкус банальной гречки с курицей раскрывается по-другому, когда мы медленно едим и какой-то процесс вот еще эмоциональный закладываем вот к обычному, казалось, там, обеду. Поэтому важно учиться есть однонаправленно, так меня куда-то понесло. Я просто хотела сказать, что когда вес снижается плавно и у нас нет цели, да, вот, допустим, с этим пациентом, у которого исходный вес был 123, прийти к какому-то там весу 60 килограмм там и не меньше, да, и не больше, вернее. А есть цель просто дойти до той массы тела, когда будут риски сопутствующих заболеваний минимальны или исключены. То есть уже сейчас, когда мы снизили вес, мы снизили дозу сахароснижающих препаратов, снижена доза гипотезивных препаратов. Ну, то есть вот когда снижается вес, да, и вот эти все процессы, у нее сахарный диабет, сопутствующие заболевания, гипертоническая болезнь тоже есть. Поэтому вот даже приходит компенсация этих заболеваний более стойкой, и можно даже идти на снижение доз препаратов. И это здорово. То есть тут важно понимать, что нам надо привести всех в какую-то идеальную массу тела, там, 90-90 у всех параметров, да, и все 55 килограмм веса. Нет, если исходно высокая масса тела, то нам надо добиться того веса, когда мы снизим вот эти риски гипертонической болезни, сахарного диабета, холестерин, да, высокий, тоже все это будет снижаться. Нагрузка на суставы, да, уменьшится, и в разы станет легче и проще двигаться, ходить. Мы будем возвращать себе такую активную здоровую жизнь. То есть вот нам вот этого веса надо добиться и потом научиться его сохранять. То есть то же, как его сохранять, это тоже достаточно большая и интересная работа ведется, да, с людьми, потому что снизить вес многие умеют быстро и сами, да. А как его потом сохранить, то есть это гораздо сложнее. Эта работа такая уже, здесь нужен диетолог, который будет прям брать за руку и вести вот в этот путь снижения веса. Просто почему, когда мы многое знаем про свой организм, когда мы понимаем, как работает желудочно-кисочный тракт, что там с точки зрения физиологии происходит понятным языком, то есть нам не нужны какие-то там определения, каких-то понятий, да, что там происходит, как там распадается белок и куда идут эти аминокислоты, да. То есть нам просто важно понимать, что белок нам нужен для вот этого. То есть вот слово сказать, что на снижение веса белок очень важный макронутриент, который, то есть когда у нас в принципе дефицит всего, ну то есть люди идут на снижение веса, вот всё, всё, я там ничего не ем, там водой питаюсь, кефиром и гречкой и всё. Дефицит белка в рационе. Потом о какой там красоте кожи, волос, ногтей можно говорить, да, если у нас всё, что попало нам в рот в виде там белка небольшого количества, организм забирает на жизненно важные функции. Там ферменты синтезируют, гормоны какие-то синтезируют, какие-то клетки жизненно важные обновляются, да, там печень, сердце работает. И он ничего не отдаст на здоровье волос, кожи там и всего остального. То есть ему и так не хватает какая-то. Он не будет думать, что Кате нужно ещё, чтобы у неё волосы были красивые. Я сейчас вот тут у неё в печень ей не дам аминокислоты, опущу их на волосы. Ну так не бывает. Поэтому достаточно должно быть в рационе белка, полезных жиров, да, то есть это вот полиненасыщенные жирные кислоты, да, вот им отдавать предпочтение, нежели там насыщенному жиру. То есть как это всё сделать, как понять, где этот насыщенный жир, где этот ненасыщенный жир, где белок растительный, где белок животный, где сложные углеводы, где простые, да. И вот как раз-таки какой баланс между простыми и сложными углеводами, как это всё скомпоновать так, чтобы ты и не тосковал по любимой конфете, да, что ж, ну, я тут всё на диете, не могу её съесть, да можно её съесть, да. Вопрос, сколько ты их съешь, этих конфет, да, тоже, когда ты её съешь, да, укладывается ли она в сегодняшний твой рацион, эта конфета, или, может быть, ты съешь её там завтра и спокойно успокоишься. И к слову сказать, да, что вот эти истории, когда пациенты идут в какие-то фастфуды, в кафе, и были такие истории, что мне просто пишут в этом дневнике. Я была в кафе, не стала писать, что я не стала фотографировать, вот напишу, что ела. Я говорю, ну, окей. Потом, когда встречаемся по видео, я говорю, ну, вот всё-таки лучше визуально мне увидеть всё, что вы ели. Не то чтобы вопрос недоверия, но вот бывают случаи, да, когда что-то не дописывают и не договаривают, да. Тут вопрос тоже, а не бояться работать с диетологом откровенно и открыто, потому что всегда дневник питания — это не элемент того, что там, ой, как плохо, да, или там, как хорошо ты ел эту неделю, а это элемент познания. То есть мы неделю отправляем дневники питания, в конце недели мы встречаемся, оцениваем, что у нас было отлично, что можно было бы исправить. И эту работу чаще проводит сам человек. То есть мы учимся работать так, чтобы человек по итогу школы сам себе практически стал диетологом. То есть он сам может анализировать, что он ест, он сам может анализировать, когда он это сел ест, он сам может проанализировать, а почему ему понадобился этот десерт после вот этой еды. Может быть, он здесь не доел макронутриентов, поэтому его потяну, у нас есть ещё пирог там после основной еды. То есть вот этот анализ мы проводим ежедневно. И это классно, что я знаю, что после моей школы снижения веса человек просто выйдет с чётким пониманием вообще всей еды и как ему есть безопасно, здорово в кафе, в ресторанах, дома, в отпуске, да, как вот эти все моменты прожить, потому что за год школу снижения веса мы с ним точно всё это проживём. У него будут и отпуски, да, за это время, у него будут и Новый год пройдёт, да, за это время, и 8 марта будет. Ну то есть вот этой тревоги точно вокруг еды не будет, и это будет такое качественное, классное снижение веса. И я вот именно за то, чтобы научить людей есть безопасно, здорово и формировать у себя такие здоровые взаимоотношения с едой. И чтобы на самом деле вот я была уверена в том, что вот эти люди точно не поведутся больше ни на какие там голодовки, истории с чистками кишечника, с детоксами, с соками, да, вот эти все модные истории, что они просто уже будут прям информационно подкованы со всех сторон. Потому что мы рассказываем и про здоровые отношения с едой, и про детоксы различные, да, как это всё, это не про здоровье, и про БАДы много говорю, да, что это бывает вообще неоправданное значение, небольшого количества БАДов, да, всё должно быть только по показаниям, и только врачом назначено, и вам должны объяснить, а зачем вам этот тот или иной микроэлемент, да, или там, а также та же омега-3, да, зачем она вам нужна, там, для сосудов, для сердца, да, и почему мы её сейчас принимаем в этот период. Ну, то есть всё должно быть как-то обоснованно и понятно человеку. Поэтому я здоровые отношения и с едой, и с собой, и за своевременный контроль всех показателей жизненно важных, да, как давление, сахар, холестерин, то есть за всем этим надо следить и не уповать на то, что, ну, что-то сложно, там, куда-то попасть, что-то сделать, ну, то есть это уже так не работает, да, у нас настолько информационный мир, что можно и попасть кому угодно и проконсультироваться. То есть всё сюда ступно, при желании сюда ступно. Я знаю, Екатерина, что вы не используете в своей школе различные чистки и БАДы, да, вы уже затронули эту тематику, но я знаю, ну, я просто знаю, что некоторые специалисты, я не знаю, хоть врачи, хоть не врачи, к сожалению, иногда и не врачи, то есть специалисты без высшего медицинского образования, да, обучают людей, там, очистить как-то кишечник, применять БАДы, восполнить дефициты и не будешь есть. Вот. Вы и так не работаете, да, в своей школе. А что касается каких-то вот упований на то, что мы пьём какую-то таблетку в виде там каких-то витамин, да, и мы будем только на ней снижать вес, это не работает. И это надо прям понимать, что какая-то витаминка вес снижать не будет за вас. И всегда вот эти все истории, что… Тут очень интересно работает маркетинговый ход, да, вот этих всех каких-то разработок в плане снижения веса, что какой-то авторский состав, который точно будет работать на снижение веса, вы его пьёте, но при этом эти же специалисты говорят, и ещё мы убираем сладости, ещё мы ограничиваем там хлебобулочные изделия, ещё мы добавляем больше клетчатки. И вот это пьём, и вот это будет работать. Ну, то есть вы понимаете, вот Василий вам сказали, вот эту витаминку вы берёте. Диопор делается, да, что подсвечивается, вот они подсвечивают свой комплекс авторский, и дополнительно убираем, нормализуем своё питание, да. Вы же подсвечиваете основу снижения веса, это работу с питанием, с физиологическим голодом, с эмоциональным голодом. У Екатерины, я знаю, в школе есть ещё и уроки от психотерапевта, которая обучает людей, как бороться с эмоциональным голодом. Екатерина, я поняла уже, что Вы не работаете с биологически активными добавками, с чисткой кишечника, но я знаю, я думаю, что Вы сейчас не будете, что есть секретики определённые, да, в Вашей школе. То есть самостоятельно человек может снизить, но потом, во-первых, может быть срыв и набор веса вновь, либо различные качели. Но у Екатерины ещё в школе под её руководством, она делится теми секретами, что добавить в свой рацион, какие вещества, которые будут убирать, я знаю, я не буду говорить, это секрет, кто захочет, пойдёт к Екатерине, она поделится, которая будет убирать чувство голода. Я сама иногда это вещество использую, вот, но мы не будем рассказывать, пусть это будет секретом. То есть это не, это как бы, хочу тут подчеркнуть, что она, Вы не работаете там с БАДами, Вы не работаете с там чисткой кишечника, но есть один секретик, я не буду говорить, какой. Да, на каком-то этапе снижения веса, на самом деле, мы можем прибегать к каким-то препаратам, которые могут нам помогать, да, нормализовать какие-то процессы в нашем организме точно. И ещё, я, кстати, у меня не было запланировано в школе какого-то стратегического подхода в плане мышления, да, в снижении веса, но вот буквально вот этот весь месяц я прям нашла много научно-интересной информации, записала прям три видеоурока про стратегическое мышление в снижении веса. И как говорят мои пациенты, что это очень классно, им прям заходит и откликается эта информация. То есть там о чём? Там о том, как настроить свою жизнь и как вот сделать все эти эффективные привычки, про которые мы говорим ежедневно, и внедрять в свою жизнь безопасно, качественно, классно, и потом получить снижение веса просто как побочный эффект от всех действий, которые ты делаешь ежедневно. То есть мы просто живём свою классную, качественную жизнь с вот этими эффективными, классными привычками и бонусом получаем снижение веса. Чтобы снижение веса не было, как сама цель, всё, любой ценой. Вот вообще я не могу, как хочу снизить вес, а именно вот такой подход с точки зрения мышления, как перестроить своё мышление, свой образ жизни, свои вот эти эффективные, качественные, классные действия для того, чтобы просто потом принять вот эту цифру на весах. Ну я молодец вообще, ну что сказать, я же всё делаю сама для этого, и это просто само собой разумеющийся фактор. И вот все мои пациенты, вот эти три урока, прямо они оценили даже больше, чем я там им рассказываю про анатомию, про физиологию, как там у нас ещё переваривается, усваивается. Они говорят, Екатерина, это прям класс. Вот то, что вот эта информация, она нам откликается. Вот многие мне дали такой отклик, я получила. И когда вот, да, Ольга, вы тоже, наверное, это ощущаете, когда вот вы в своей курсе нормализации давления получаете обратную связь от людей, когда снижается давление, когда у людей меняется качественно, их образ жизни, их мышление меняется, да, там появляются большие плюшки в плане там отношений с близкими, на работе, да, всё нормализуется, всё как-то по-другому вот идёт, и ты просто открываешь глаза на мир, другие абсолютно. И у тебя такой отклик от людей, и тебя это ещё больше вдохновляет. То есть вот когда я вижу результаты своих пациентов, я думаю ещё так, что я ещё хочу им дать? Надо вот про это рассказать, вот про это, про здоровье головного мозга. Ну, прям мы начали немножко вот эту тему прям углубляться. И про чтение этикеток, и я тут уже с телефоном по всем магазинам всё там фотографирую, читаю. Ну, то есть такая вот работа ежедневная, прям на ежедневное улучшение качества своих вот услуг, которые я оказываю, чтобы вот люди точно прям обладали всей информацией, которая им будет полезна. И вот, да, наверняка у вас тоже такой прям подрыв эмоций возникает, когда видишь результаты, да, вот какие у меня снизила давление, и шла головная боль, ушли эти мушки, я теперь не разбитая корыта, да, я теперь вот там активная, здоровая женщина. И прям чувствуешь себя вот прям молодцом. Да, на данный момент, на данный период в моей жизни я радуюсь, не когда человек заходит ко мне на курс, да, ну я, да, отлично, всё, но я иногда даже думаю, господи, чуть больше работы опять появилось. Ну, нет, всем помогу, всем, кто хочет, я помогаю, кто замотивирован работать над своим давлением, над образом жизни, над изменением мышления. Тоже очень много информации на курсе рассказываю про это. Но я всегда больше радуюсь, вот я говорю, не когда человек ко мне приходит в работу, а когда у человека есть результат. Вот я радуюсь ещё больше, когда люди, ну, действительно нормализуют давление, и получается ещё и результат результата, то есть результат какое-то давление пришло в норму. А есть ещё результат результата, то есть в итоге больше стало энергии, больше стало времени уделять, Лариса, да, например, может больше времени уделять какой-то работе, повышение квалификации, детям, да, по-другому преподавать языки. У нее уже больше энергии сил появилось, у нее не возникает вот этой вот, как я говорила, шнурки завязывают, да, и штук в голове, в ушах такой, головокружение, какое-то помутнение. Теперь этого нет, соответственно, ее энергия не уходит туда, и у нее больше сил появилось на то, чтобы быть еще лучшим преподавателем для своих деток. Она онлайн преподает иностранные языки. То есть это уже результат результата. Люди больше времени начинают проводить с семьей, вот это у Лили, да, у нее больше энергии там и времени появляется, и ресурса на то, чтобы за детьми ухаживать, да, мужу помогать в чем-то, там, развивать свое дело. Она тоже у меня самозанятая, Лиля. И Марина тоже там до сих пор поражается, она еще и мужа под мой курс. Ну, вернее, я его не веду, но то, что она узнала на моем курсе, Марина, она все применила в отношении мужа, он долго сопротивлялся. И он тоже снизил вес, у него снизилось доверение, пришлось подкорректировать ему лечение. Меня попросили убрать лишние таблетки, убрали. И, соответственно, он сейчас ходит, он счастлив, он счастлив, он не может нарадоваться вообще. И мужики на работе, он водителем работает, в гараже говорят, Дима, ты такой, ну, ты, говорит, так прям помолодел, у тебя столько энергии, кто тобой занимается? Он говорит, жена мою занимается. Вот она занялась своим здоровьем, да, прошла мой курс, и вот сейчас она моим здоровьем занимается. Все в итоге отражается в взаимоотношениях, в семье. Мы записывали недавно видео-подкаст для вас с Екатериной, я говорила к чему, что появляется больше радости, появляется больше счастья, удовлетворения от жизни. Человек начинает кайфовать от своей жизни, радоваться этой жизни, потому что на самом деле это заблуждение, что деньги материальные, да, приносят нам счастье. А для чего нам эти деньги, да, зачем вот ты столько работаешь, а чтобы радость была. Так вот, люди уже, не имея каких-то богатств, приобретают радость, спокойствие в душе, гармонию. А это есть тогда, когда есть здоровье, опять же. И напоследок, Екатерина, у меня к вам, ну, хочу подытожить о том, что вы мне рассказывали, вы же работали в стационаре, как много людей с инсультами. Мы приезжали, и там была и гипертония, и лишний вес, и возрастная категория этих людей. Расскажите, пожалуйста. Ну, что касается консультаций стационарных пациентов, да, то я консультировала и кардиологическое, и отделение неврологическое, где пациенты лежат только после острого нарушения мозгового обращения, после инсультов. Возрастная, достаточно разнообразная, да, страшно, что статистика такая, что 40-45, да, есть и такие пациенты, которые попадают в эти отделения, и у них, у многих есть избыточная масса тела и ожирения. То есть, так, к сожалению, вот эта печальная картина, что молодая женщина, или, там, молодой мужчина в подгузниках, да, с подключёнными, там, катетерами, ну, это печально, что, ну, если почитать анамнез, то не было приёма гипертезивных препаратов, да, не знал вообще своё, там, давление, не снижал вес никогда, не знал уровень, там, сахара, да, то есть, ну, часто мужчины, да, они так относятся к своему здоровью. Женщины всё-таки худо-бедны, ну, хотя бы раз в год что-нибудь доздадут, а мужчины как-то вообще пока не клюнет, да, их они нет. То есть, вот если почитать весь анамнез, то очень часто не знают сахар, не знают холестерин, не знают давление. То есть три показателя очень важных, жизненно важных, да, знать уровень глюкозы крови, знать уровень холестерина липидного профиля, да, знать уровень давления, ну, это прям вот, вот, если вы до сих пор этого ещё не знаете, да, вот какого у вас сахара, холестерина, давления, это прям вот вам с понедельника пойти и прямо записаться, и сдать это, и купить тонометр в аптеке, и померить хотя бы себе давление. Поэтому печально, что это всё молодеет, молодеет, молодеет. Поэтому напоследок хочу сказать, заботитесь о своём здоровье, вовремя проходите какие-то минимальные чекапы, минимальный набор анализов, ту же диспансеризацию, которую многие ругают, если бесплатно дать в поликлинику, ту же диспансеризацию, да что я там пойду, что я там сдам, почему, что, вы там дадите сахар, холестерин, общую кровь, а у нас крытую кровь, и КГ вам там сделают, давление померят, померят ваш объём талии, рост и вес вам там померят. Это уже вот прям полудела сделано. Женщинам ещё отправят на мазок на онксетологию, да, и мужчинам тоже отправят на мазок на онксетологию. Поэтому по САПам ещё мужчины по возрастам берут, женщинам ещё маммографию делают после 40 лет, если там 3 года не делали, вас ещё на маммографию отправят. Флюорографию сделать, потому что вы не знаете, с кем вы ездите, в принципе, в маршрутках, да, там где-то в общественном транспорте, да, сколько туберкулёза и всё остальное. Вам сделают флюорографию, поэтому хотя бы раз в год. Вот это доступно. Сейчас даже диспансеризация там выходного дня есть, да, сходите в выходной день и пройдите вот этот минимальный набор анализов. Не надо там искать микроэлементы сдавать, да, бежать сразу там. Вот только вот это сдам, потом пойду заниматься. Да не надо сдать сахар, холестерин, померить давление, знаете, свой индекс массы тела. И уже у вас будет уже стартовый набор, чтобы что-то можно было понять о состоянии своего здоровья. Поэтому я прям вот призываю всех не ругать диспансеризацию. Там нормальный набор анализов, да, который прям стартовый. Что-то глубже, да, если врачу понадобится, он обязательно вам назначит что-то там по обширнее обследование. А вот это прям минимально надо пройти и сдать. Это в ваших интересах, это в ваших возможностях, да, пойти бесплатно в поликлинику по полюсу, всё это быстро и качественно сдать. Поэтому вот я вас призываю следить своим здоровьем, относиться к нему с полным уважением к себе. Нам второй организм никто не выдаст, второй жизни у нас не будет, да. Поэтому тут важно это всё-таки трезво осознавать, как мы хотим её прожить, эту жизнь. Поэтому будьте здоровы, пройдите диспансеризацию. Я тут прям как врач в поликлинике всех на диспансеризацию. Это хотя бы тот минимальный набор, который, ну, надо прям сдать, ну, прям вот очень рекомендую это знать. Поэтому будьте здоровы, будьте счастливы. Хотите, если вы хотите разобраться со своим весом и говорите, что вот у нас нет врача, welcome, пожалуйста. Ссылка на Екатерину будет в описании к этому видео. Поэтому учтите, да, Екатерина берёт осознанных и замотивированных, не всех, так же, как и я на свой курс. Поэтому кто хочет разобраться со своим давлением на эти причины гипертонии, избавиться от неблагоприятных симптомов повышенного давления и избавиться от большого количества таблеток, разобраться в терапии, то, пожалуйста, приходите тоже на мой курс через диагностическую консультацию. А так будьте здоровы, берегите себя, помните, что ваше здоровье в ваших руках. Мы же как проводники, как помощники в этом вашем здоровье, ну, и в своём тоже. И я считаю, что вы, Екатерина, да, идёте в школу по снижению веса и сами выглядите замечательно, потому что вы знаете, что у вас отягощена наследственность по сахарному диабету, по лишнему весу. Так и я у меня тоже отягощена наследственность по диабету, например, поэтому я тоже держу свой вес в норме и периодически измеряю давление. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям Екатерине. Если возникли проблемы, то записывайтесь онлайн. Екатерина и я, мы чем сможем, поможем. Будьте здоровы, берегите себя, обязательно пишите комментарии, задавайте в комментариях свои вопросы. Если будут какие-то у вас, ну, ещё хотите, чтобы мы раскрыли какие-то темы с Екатериной, вы напишите, и мы обязательно для вас, именно для вас снимем видео. Будьте здоровы, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok